Всем добрый день! Сегодня мой отзыв вот о таких конфетах. Это конфеты фигурный бочонок торговой марки кондитерская фабрика Жако. Изготовлены такие конфеты в России в городе Нальчик. Стоят они 2250 тенге. Взвесила я конфетку. Конфета весит 30 грамм. Конфета очень крупная. Посмотрите какая большая конфета. Завернута обычным фантиком. Вот как. Бочонок как бы разрезанный пополам. Но на вид как будто шоколад. Хотя мне и сказали, что это шоколад. На фантике вот такой большой фантик. На фантике состав не указан. Сказано только, что они изготовлены в городе Нальчик. Все. Пахнет очень сильно шоколадом. Ну давайте посмотрим, что внутри. Так, внутри вот такая жидковатая масса, как в конфетах ассорти. Ну сейчас попробуем. Вот такая жидкая масса, как будто карамельная. Вкус этой глазури. Вернее, это даже шоколад. Очень даже приятный. Конечно, не сравнить, например, с казахстанским шоколадом. Но тоже очень вкусно. Чувствуется, правда, соя. Ароматизатор ванилин. Наверное, все-таки это молочный шоколад. Но с добавлением, конечно, сои. На вкус неплохой. Иногда даже шоколад в плиточной такого же вкуса. А это все-таки конфеты. А если учитывать, что стоят они всего 2200 тенге, я думаю, это не очень дорого для шоколадных конфет. Так, теперь по поводу начинки вот этой жидкой. Начинка очень жидкая. На вкус очень даже вкусная, в меру сладкая. Когда ешь вместе с шоколадом, кажется, что ты ешь конфеты азерти. Чтобы ознакомить вас с составом, я зашла на сайт производителя и вот что прочитала. В составе глазурь кондитерской, сахар, заменитель масла какао, масло пальмоядровое Е492, лицетин соевый, какао-порошок Е476, Е432, лимонная кислота Е307, аскорбиновая кислота, молоко сгущенное сахаром, сахар, патока крахмальная, сорбитовый сироп, масло сливочное, соль, ароматизаторы, сорбат калия. Вот такой состав. Если вас состав не пугает, такие конфетки можно покупать. Они очень даже неплохие. Они похожи на ассорти. Конечно, вот эта поверхность, это не чистый шоколад, а именно кондитерская глазурь. Шоколадная глазурь. Несмотря на то, что она вот такая толстенькая, все-таки вкус выдает большое количество сои, что ли. Начинка неплохая. Несмотря на то, что начинка приторная, вместе с шоколадной глазурью очень даже неплохо. Вот эта шоколадная глазурь на вкус очень даже неплохая, а главное, она не вязкая, не прилипает к небу, а медленно тает. Начинка похожа на жидкую карамель. И еще насчет начинки. Та начинка, которая попала мне на тарелочку, с тарелочки я ее еле отмыла. Она прилипла и не хотела отмываться. Но несмотря на это, конфеты очень даже неплохие. Их можно покупать, если вы не заморочены на составе. Но если вы ожидаете, что это будет чистый шоколад, вы будете глубоко разочарованы. Ну, вкусные. У конфет фигурный бочонок два вида фантиков. Вот это вторые конфеты. Посмотрите, это немножко другое оформление. Оранжевый фантик с синими краями. Но это тоже называется фигурный бочонок, но со вкусом латти. Здесь также вот такой бочонок, как бы разрубленный пополам. Кажется, что это шоколад, но так как я вам уже прочитала состав, это не шоколад, а просто шоколадная глазурь. Ну, довольно-таки неплохая. Что представляет собой этот бочонок? Эта начинка немного темнее и как бы прозрачнее, что ли. Тоже жидкая, очень жидкая начинка. Да, здесь вкус кофе. Конечно, это все ароматизатор, потому что в составе кофе нет, есть только ароматизатор. Мне показалось, что эти конфеты менее сладкие и менее приторные. Поэтому мне они понравились больше. Но думаю, что глазурь здесь такая же будет на вкус. Здесь разница только в начинке. Вот покажу, какая разница в цвете начинки. Вот эта начинка, это в красном фантике была, молочная начинка. Это начинка со вкусом лати. Видите, это немножко темнее. И вкус у нее кофейный. У этой вкус молочный. Очень похоже на ассорти. Если бы шоколадная глазурь была бы из чистого шоколада, было бы вообще идеально. Но, впрочем, конфетки неплохие. Мне понравились. Надеюсь, мой отзыв вам пригодится. Буду признательна за лайк, подписку на мой канал. Заходите в гости. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok